МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире Новорайская вещательная компания информационная программа «Объектив» на календаре среда, 17 октября. В студии Альбина Бабкова. Смотрите в этом выпуске новостей. До завершения этапа регистрации на всероссийский конкурс лидеры России осталась неделя. Подать заявку, желающие стать участниками, могут до 24 октября. Уральский регион ждет от будущих лидеров активности. С заботой о потребителях компания «Отек» подвела итоги конкурса лучший энергосберегающий партнер. Евгений Куйвышев поздравил уральских журналистов с наградами, полученными на 22-м форуме современной журналистики «Вся Россия». Среди победителей конкурса – журналист НВК. «Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Благодаря расширению критериев отбора в этом году, шансы стать участником всероссийского конкурса «Лидеры России» повышаются. До завершения этапа регистрации на всероссийский конкурс осталось чуть более недели. Подать заявку, желающие стать участниками, могут до 24 октября. По данным Оргкомитета конкурса, для того, чтобы попробовать свои силы в зарекомендовавшем себя конкурсе профессионалов, уже заявились 50 тысяч человек. Напомню, ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что конкурс проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Президент подчеркивал, в нашей стране каждый человек талантлив, и задача государства – помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия. Конец цитаты. «Лидеры России – это не отбор на конкретную должность. Ну, потому что люди разные. У нас участвовали и опытные управленцы из государственной службы, представители бизнеса, главные врачи, ученые. То есть нет отбора на конкретную должность. Это действительно, если хотите, в хорошем понимании слово – управленческая элита. Поэтому таким бонусом, то есть призом за победу было не назначение на соответствующую должность. Призом за победу было, во-первых, выделение гранта на обучение. Большая сумма. Миллион рублей получает каждый победитель, то есть 300 победителей. Каждый получает миллион рублей, но потратить их можно только на обучение и только в российских учебных заведениях. Второе, пожалуй, даже более важное – это наставники. Потому что… Это мощнейшая когорта ведь наставники. Да. Логика была такая, это была задача, поставленная президентом, что, ну, слушайте, если главное богатство страны – это люди, и главный потенциал страны – это люди, то в развитие людей надо вкладывать не только деньги, но и время лучших управленцев страны. Благодаря расширению критериев отбора заявок шансы стать участником всероссийского конкурса «Лидеры России» повышаются. Появились весомые нововведения. В частности, теперь стать участниками соревнований профессионалов могут управленцы с гражданством любой страны, владеющей русским языком, на уровне, достаточном для прохождения тестов. Максимальный возраст участников повышен с 50 до 55 лет. В числе нововведения также обязательный очный тест для всех полуфиналистов. По словам организаторов, таким способом они хотят обеспечить абсолютную прозрачность всех процедур конкурса. Напомним, всероссийский конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт для талантливых и современных управленцев. В 2017 году для участия в нем зарегистрировались почти 200 тысяч человек. Заключительный этап конкурса управленцев прошел в феврале в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Участие в финале приняли 300 человек. По итогам конкурсных испытаний победителями были признаны 103 человека, в том числе пятеро свердловчан – Сергей Антонов, Италий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур, с которыми по итогам встретился губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Глава региона и свердловчане, победившие в конкурсе, договорились вместе развивать институт наставничества, помогать уральской молодежи в профессиональной ориентации и в поиске жизненного пути. С заботой о потребителях. Новоурайская организация «Объединенная теплоэнергетическая компания», известная в городе как ОТЭК, входит в дивизион госкорпорации «Росатом». По сути, ОТЭК управляет активами неатомного, энергетического и коммунального комплексов, а также выступает отраслевым интегратором по направлениям «Умный город» и «Чистая вода». Организация работает с 2013 года, а в этом году ОТЭК провел конкурс «Лучший потребитель», в котором отметил самых надежных энергопартнеров среди промышленных и бюджетных предприятий, многоквартирных домов и даже среди физических лиц. Подробности далее. Это первый конкурс компании ОТЭК. Отборочный этап уже завершен. На сцене детской школы искусств сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей. «Лучший потребитель» филиала в Новоуральске. Номинации «Две надежный энергопартнер» и «Прорыв года». Этот конкурс проводится во всех городах присутствия ОТЭК. Это не только наш город, это еще пять городов. Так что можно сказать, что он охватывает всю страну, одну, шестую или какую-то девятую часть суши. Главная цель конкурса, скорее всего, поблагодарить наших партнеров, которые ответственно профессионально относятся к своему делу. Ответственность и исполнение договорных обязательств, установка узлов учета, сверка актов выполненных работ. Эти и многие другие критерии повлияли на выбор лучшей компании. В городе Новоуральск хочу сказать, что это один из лучших филиалов в настоящий момент времени, из действующих на территории нашей необъятной родины. В нашем филиале для города, я считаю, сделано очень много. Актуализирована схема теплоснабжения, установлены приборы учета практически у всех потребителей города. Город Новоуральск стал пилотным проектом компании «АТЭК». Ведь первый конкурс из шести городов присутствия энергосбытовой компании начался именно в Новоуральске. Что такое система теплоснабжения? Это, конечно, очень сложный механизм. Очень сложный механизм, который включает в себя как генерацию, которая является у нас «АТЭК», как передающие организации, сетевые организации, так и, конечно, потребители. Я бы потребителя поставил на первое место, потому что именно для него создана вся эта сложная система теплоснабжения. Во многом на качество оказываемых услуг развитие компании влияет взаимное сотрудничество с другими организациями. Поэтому сегодня награждали лучших, тех, на кого нужно равняться. В номинации «Надежный энергопартнер» лучшим промышленным предприятием, по мнению «АТЭК», стали на вуральские городские электрические сети. Мы являемся партнерами не только по вопросам теплоснабжения, но также и по электроснабжению. Поэтому я уверен, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать на благо нашего любимого города. Также в номинации «Надежный энергопартнер» лучшим исполнителем коммунальных услуг признана управляющая компания «Асоль» среди предпринимателей Татьяна Кислицына, среди бюджетных предприятий «Дом культуры» «Новоуральский», а среди жителей города лучшим стал Эдуард Макеров. «АТЭК» вложил очень приличные деньги, порядка 140 миллионов рублей в систему учета. «АТЭК» вложил систему учета на ТЭЦ. Организована вот эта хорошая команда у нас, которая занимается с бытовой деятельностью. За все время работы здесь в качестве единой теплоснабжающей организации, несмотря на то, что у нас было масса-масса возможностей и кому-то предъявить какие-то штрафные санкции. Вот со всей ответственностью заявляю, что мы этого никому не сделали, мы только помогали». Жюри конкурса особо отметила вторую номинацию «Прорыв года». Директор филиала «АТЭК» в Новоуральске Александр Климен рассказал о примере для подражания другим организациям, чего достигла музыкальная школа, другим до этого еще и расти и расти. За полтора года в школе искусств установили мощную систему в пользу экономии энергоресурса. От системы учета достигло пакетов и утепления фасада здания современными энергосберегающими материалами. «Была огромная администрация Новоуральского городского округа, что они поддержали нас в этом почине. То, что мы смогли преобразовать школу, сделать ее с точки зрения энергоэффективности примером, потому что у нас, насколько я знаю, у нас ни одно здание в городе пока не обладает таким потенциалом». Из 12 месяцев в году в 8 мы живем с отоплением. Надежное и качественное теплоснабжение города – одна из первоочередных задач «АТЭК», которая входит в дивизион госкорпорации «Росатом». По сути, «АТЭК» управляет активами неатомного энергетического и коммунального комплекса, а также выступает отраслевым интегратором по направлениям «Умный город» и «Чистая вода». Многое, что сделано в Новоуральском округе, но много еще задач и впереди. Благодаря деятельности самой компании и надежному взаимному сотрудничеству с предприятиями и организациями города. А ведь это залог успеха в том числе и в том, что отопительный сезон пройдет на высоком уровне. Наталья Рау, Александр Илюханов, Уральская вещательная компания. Губернатор Евгений Куйвышев поздравил руководителей Свердловских средств, массовой информации, редакционные коллективы и авторов с наградами, полученными на 22-м форуме современной журналистики «Вся Россия-2018». На медиафоруме, прошедшем в Сочи, была отмечена работа целого ряда уральских СМИ. За активное участие в работе выставочной площадки и презентационных медиапроектов региона дипломом был награжден председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. Такой результат – это наглядное свидетельство журналистского мастерства, большой социальной ответственности масс-медиа, актуальности тем и творческого подхода к подаче значимой для уральских информации, говорится в телеграмме главы региона, направленной в адрес Александра Левина. Очень насыщенная программа, смотрите, это круглые столы, мастер-классы, выставочные площадки, презентации, дискуссионные клубы. И везде залы полны, потому что ведут эти все мероприятия практически звезды российской журналистики. Раньше, и будем откровенны, все-таки на эти фестивали приезжали люди, которые известны в журналистике, но нынче уже не работали в ней. А сейчас очень много людей, которые в практической журналистике сегодня на ведущих ролях, и они здесь преподают вот эти мастер-классы. Это очень ценно. Евгений Кувишев также поздравил генерального директора областного телевидения Антона Стуликова и весь творческий коллектив просветительской программы «Национальные измерения» с получением диплома «Медиаформа». Глава региона убежден, что такие награды – это еще одно признание выдающегося вклада телевизионщиков в укрепление межнационального мира и согласия в Свердловской области. Новоуральская вещательная компания получила второе место в конкурсе медиафорума за клип «Ой, приходи на выборы». По мнению Евгения Кувишева, эта награда станет источником творческого вдохновения для телевизионных журналистов. Также членами жюри были отмечены два проекта областной газеты. Это очень похоже на терроризм, что известно о коммунальных войнах Екатеринбурга и навстречу чемпионата мира 2018. Завтра в 19.30 в нашем эфире смотрите программу «Грани» об участии журналисты Новоуральской обещательной компании Никиты Евсеева на Всероссийском форуме в Сочи. Работа с кадровым резервом, формирование комфортной городской среды и формы поддержки работающей молодежи. Эти и другие вопросы обсудили с руководством города участники 6-го молодежного профсоюзного форума. Как прошло мероприятие, главное к чему, пришли, расскажет Виктор Малышев. Уже в шестой раз молодежный актив городских организаций и предприятий выходит на диалоговую площадку, чтобы поговорить на темы, волнующие большинство молодых специалистов Новоуральска. Этот форум за годы своего существования помог молодежи довести многие проблемные вопросы до руководства города. Открыло мероприятие председатель территориальной организации профсоюза Новоуральска Светлана Тюменцева. Вам принимайте скафету. Время бежит очень быстро. И может быть год два-три, и вы сегодня будете стоять у руля города. У руля своих организаций. Поэтому мы очень надеемся на вашу инициативу. В этом году формат мероприятия немного изменился. Организаторы предложили участникам сначала поделиться на группы и поработать над разными формами привлечения в профсоюз новых сторонников. Одна из площадок работы – создание видеоролика на тему «Почему я в профсоюзе». Мы постараемся сделать так, чтобы те, кто еще не вступили в профсоюз, посмотрев это видео, захотели это сделать. Еще одна площадка была посвящена подготовке агитплаката, где рассказывается о том, какой он профсоюз будущего. Мы хотим создать плакат «Профсоюз будущего». За проект, наверное, возьмем «Ракету». Сейчас группа занимается подготовкой агитплаката. Мы готовим материал, выбираем из газет и вырезки. И хотим сделать плакат и отразить все сферы деятельности профсоюза в этом плакате. Что такое профсоюз и для чего он нужен? Так звучала тема для создания информационного буклета. Актив этой группы предложил альтернативу. Наша группа занимается тем, что разрабатывает брошюру, буклет. Мы ее назвали «Welcome book». То есть эта брошюра вручается потенциальному специалисту, который приходит в отдел кадров устраиваться на работу. Совершенно новая, но, как показала практика, интересная форма агитации – это профсоюзная озвучка. Работать над ней участникам форума было интересно и весело. На секции «Озвучка» мы озвучиваем видеофрагмент. Мы взяли видеофрагмент мультфильма и его озвучиваем в профсоюзной тематике. С юмором, с сознанием дела подошли к этому вопросу. И этот видеоролик можно будет использовать для агитации в профсоюзных организациях. Самая творческая группа занималась подготовкой агитбригады. Если сначала это немного смутило представителей этой секции, то в процессе репетиции каждый участник смог раскрыть свой творческий потенциал. За основу у нас взят сценарий. На всеми любимую, наверное, тему – это «Маша и Медведь». У нас есть театральная группа, у нас есть танцевальная труппа. Они вместе, точнее, они поддельностью разрабатывают каждый свой блок этой агитбригады. Потом мы соединяемся и получается одно большое действо. Итоги работы каждой секции были презентованы всем собравшимся. Каждая из направлений представила продукт, который, как заверили сами участники, будет использован в дальнейшей работе. А после началась вторая часть, которая представляет собой круглый стол молодежи профсоюза с представителями администрации и Думы Новоуральска, а также приемные общественного совета «Росатома». Диалог получился интересным для каждой из сторон. Среди затронутых тем были вопросы строительства новых объектов, создания комфортной городской среды, работы с кадровым резервом, сохранение и развитие форм поддержки молодых специалистов. Один из вопросов касался не так давно появившейся в Новоуральске молодежной премии главы округа. «Хотелось бы немножечко больше узнать, что к чему и какие у нее критерии?» «Хочу сказать, что сама премия появилась как результат как раз диалог. Год назад была встреча, мы обсуждали, и в том числе такая инициатива была. Есть положение, его надо почитать просто, найти в системе нормативных актов городской администрации. То есть суть в том, что с периодичностью, ну на память, один раз в год, наиболее активные представители молодежи, которые развивают какое-то направление, будут поощряться материально». В процессе работы форума царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. В профсоюзной среде отмечают собравшиеся так всегда. И это далеко не единственный плюс этой организации. «Наверное, это всегда во все времена поддержка. Поддержка, чувство сплоченности, амбиции свои удовлетворять, это однозначно развиваться». По итогам этого мероприятия будут сформированы рекомендации, направленные на дальнейшую проработку затронутых тем. Но уже сейчас понятно, что шестой молодежный профсоюзный форум можно считать удавшимся. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. «Мир профессий в едином пространстве». Профконсультационный пункт станции юных техников получил эксклюзивное право на проведение профориентационных тестов, разработанных Московским центром тестирования и развития гуманитарной технологии. Программа помогает выбрать идеальный профиль, в котором выпускнику стоит развиваться. Старшеклассники проходят два теста на выявление профессиональных склонностей и профготовности. По результатам школьники на Воральска увидят наиболее подходящую им отрасль и узнают больше об особенностях образования. После прохождения двух тестов специалисты консультируют обучающихся, помогают расшифровать результаты и дают рекомендации. В течение первых двух месяцев учебного года станция юных техников проводит системную работу с выпускниками 11 классов. В ноябре и декабре на очереди учащиеся 10 классов. Ребята средней школы могут пройти тест в индивидуальном порядке. Определиться с профессиональным выбором помогут школьникам Новоуральска, села Тарасково и деревни Починок. Профконсультационный пункт в лице нас получил эксклюзивное право от гуманитарных технологий город Москва на проведение данных тестов. То есть с января 2018 года и до 1 января 2019 года у нас это право есть, поэтому мы стараемся, чтобы наибольшее количество выпускников прошли данные тесты. На прошлой неделе в Новоуральске прошли выборы депутатов Молодежной думы третьего созыва. Заявки подали 19 кандидатов и только 15 из них стали членами нового состава думы. Голосование проходило на пяти избирательных участках. Отдать свой голос могли жители города от 16 до 30 лет, в том числе и иногородние студенты средних профессиональных учебных заведений Новоуральска. Свой выбор сделали 636 избирателей. Каждый из них по правилам голосования мог отметить в бюллетене от 1 и до 15 кандидатов. Среди них школьники, студенты, молодые специалисты и индивидуальные предприниматели. Попасть в состав Молодежной думы могли кандидаты в возрастной категории от 16 до 30 лет. Выдвижение кандидатов происходило тремя путями. Самовыдвижение – выдвижение политическими партиями, общественными объединениями, а также собраниями избирателей по месту учебы или работы. Больше всего голосов, а именно 166, набрал Егор Костенко, ученик 54-й школы. На втором месте по рейтингу механик Новоуральского технологического колледжа Артем Ждановских. Среди депутатов третьего созыва Молодежной думы учащиеся с активной жизненной позицией, а также специалисты технических, гуманитарных и творческих сфер. 15 избранных депутатов в течение двух лет будут продвигать идеи молодежи, а также смогут реализовать себя и внести свой вклад в общее благо. Напоминаем, что завтра, 18 октября в 19 часов 30 минут смотрите в нашем эфире программу «Грани». Об участии журналиста Новоуральской обещательной компании Никиты Евсеева во Всероссийском форуме средств массовой информации «Вся Россия-2018». На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова